В мире уважают силу. Если Украина будет сильной экономически в военном плане, то нас будут уважать. Если мы будем дальше погружены в местные грязги, в разборки, в коррупцию, то никто нас уважать не будет. И мы снова рано или поздно вернемся в орбиту влияния Российской Федерации. Сколько запасов часа у нас? Ну, времени, как всегда, у нас нет. А фактически ставка делается Российской Федерации на 2019 год. Задача стоит это на будущих выборах сделать так, чтобы следующий президент Украины был максимально лоялен Российской Федерации. Это задача стратегическая, ее будут достигать всеми способами. Одна из составляющих частей этого плана... А как мы выборцы сразумеем? А я вам отвечу. Во-первых, Россия всегда пыталась влиять на выборы в Украине. И везде, кроме случая 2014 года, ей это удавалось в полной мере. И так или иначе, в принципе, в 2014 году мы до сих пор вынуждены сталкиваться с ситуацией, когда Россия влияет на нас. Или через экономическую агрессию, как это было раньше, строгали за вас. Теперь с прямой военной агрессией, шантажом и так далее. Наша задача сделать Украину максимально независимой от давления Российской Федерации в экономике, в информационной сфере. Защитить наше информационное пространство от российской пропаганды. И защитить нас от возможности изменить Украину извне, избирая пророссийские силы. Посмотрите, что было сегодня, например, заявление СБУ. В Одессе в очередной раз предотвратили акцию, финансированную, организованную из Москвы. Была задержана группа лиц, граждан Украины, которым дали задачу выставлять себя за болгар украинского происхождения, которые протестуют против осквернения болгарских памятников. Оказалось, что это акция, организованная и финансированная из Москвы. Что из Москвы были заказаны акции по осквернению памятников болгарским воинам, которые погибли на территории Украины. Это та же акция из того же ряда, когда в Львовской области несколько недель назад оскверняли польские могилы. Потом опять-таки нанятые за деньги молодые люди, украинцы, перекрывали дорогу, якобы протестуя, что не польское меньшинство Украины и так далее. То же самое происходило и с осквернением могилы цадика Нахмана в Умане для того, чтобы поссорить Украину с Израилем. Но все эти случаи уже зафиксированы, задокументированы. Посольства проинформированы Болгарией, Польшей, Израилем, что это действия российских спецслужб на территории Украины. Они будут дальше жестко пресекаться.